Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Прежде чем начать его читать, мне бы хотелось высказать такое несколько, может быть, нетипичное, даже не замечание в этом смысле. А скорее предположение, что вы автор вопросов, вопрос подобный, по-моему, уже задавали и, насколько я помню, получили ответ и, в общем-то, вы даже писали мне, но не выразили заинтересованность в дальнейшей работе. Поэтому, если это вы, то, пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы потихонечку отходить от практики, писать общие вопросы, которые вам абсолютно не помогут решить ни одну проблему, и перейти все-таки больше к практике индивидуальной работы. Не знаю, как наладить отношения с дочерью, пишет автор вопроса, пожелавший остаться анонимным. Ей 19 лет, она ушла жить с парнем к его родителям в однокомнатную квартиру. Есть своя трехкомнатная, я там не живу, живу у второго мужа в его квартире. Жить ее с парнем не запрещало и у нас, но я-то да, приходилось, когда мне нужно. В июне купила новую кухню, сделала ремонт. В июле заболела ковидом, пришла болеть домой, так как у нас уже все болели в это время. Детям это не понравилось, они собрались и уехали к парню. Бросили меня совсем одну, я лежала, даже поесть не могла приготовить. После этого дочь не появлялась, вскоре умерла моя мама. Дочь пришла только на пухарен, ни на 9, ни на 40 дней не пришла. К моему папе на день рождения тоже не пришла. Когда я звоню, не отвечает, она не звонит и не пишет мне. Я не знаю, что делать, не могу поверить, что за дочерь я чужой человек, мне очень больно. Вот, вы знаете, здесь в хронологии событий, которые описываются, отсутствует важный момент. Момент, собственно, конфликта. То есть, вот вы пишете, значит, что у вас есть трехкомнатная квартира, я там не живу. Живу у второго мужа в его квартире. Жить ей с парнем не запрещало и у нас. Но туда приходило, когда мне нужно. Вот, понимаете, как бы, здесь вот вы как будто бы не определились. Вы не можете приходить туда, когда вам нужно, если вы разрешаете там кому-то жить. Потому что, если вы разрешаете кому-то жить где-то, это уже не ваш жил площадь, а площадь того, кто там живет. До сих пор, пока вы разрешаете им там жить. Понимаете? Тут вот у вас получается, ну, игнорирование личных границ дочери. В июне купила новую кухню и сделала ремонт. А зачем? То есть, если вы живете у второго мужа, зачем делать эту квартиру? Если вы хотели отдать ее дочери, это одно. Если вы хотели для себя, это другое. Непонятно. В июле заболела ковидом, пришла болеть домой. Так как у нас уже все болели в это время. Куда домой? Что вы подразумеваете за домом? Кто у нас, у кого у вас все болели? Не очень понятно. Понимаете? То есть, вы заболели ковидом. Это, безусловно, неприятно. Но если у вас уже болели все в это время, то никого здоровить вы не могли. Соответственно, смысл как бы уходить-то от них. Вы пришли туда болеть, где жила ваша дочь и парень, как я понял. И как я понял, ваша дочь и ее парень были здоровы. Естественно, им не понравилось. Но, я повторюсь, я могу ошибаться. Кроме того, я не очень понимаю, почему вы считаете домом не то место, где вы живете со своим мужем, старый. Детям это не понравилось, они собрались и уехали к парню. А скажите, пожалуйста, они вот просто взяли и просто уехали? То есть, никакого конфликта, никакого обсуждения ситуации, получается, не было. Они просто взяли и просто уехали. Так? Бросили меня совсем одну, я лежала, а даже поесть не могла приготовить. Ну, здесь вопрос, конечно, в том, что вы не предусмотрели этот вариант, что дочь и парень уедут. Почему-то ожидали, что они не уедут. Но, в целом, я думаю, что общая картина пока не из нас. Потому что, не думаю, что дочь и ее парень уехали бы, если бы не было какого-то конфликта до этой ситуации. Ну, здесь, скорее всего, вы чего-то не договариваете. Вы чего-то не договариваете не в том смысле, что вы обманываете, а в том смысле, что вы чему-то не придаете значения. Ну, возможно, точно так же, как вы не придаете значения, что приходите, когда нужно, туда, где живут другие люди. Вскоре, значит так, после этого дочь не появлялась. Вскоре умерла моя мама, дочь пришла только на похороны. Но я вам очень сочувствую. Вот, я думаю, что это для вас травма. Это нужно отдельно проработать. Так, дочь пришла на похороны не на 9 и на 40 дней не пришла. К моему папе на 2 родения тоже не пришла. Когда я звоню, не отвечаю, сама звонитель не пишет меня. У меня складывается ощущение, что конфликт более масштабный с дочерью у вас. У меня остается ощущение, что вы от дочери чего-то ждете. У меня ощущение, что у вас есть ожидание от дочери. Вот. У меня ощущение, что вы на ней зафиксировались. Ну, то есть у вас есть муж, второй. А вы как-то все про дочь, про дочь, про дочь. Не могу поверить, что для дочери я чужой человек. А что это для вас означает, что вы вот для нее чужой человек? Вот, расскажите о своих ощущениях. Возможно, в этом и кроется ваша боль, что через дочь вы пытаетесь что-то в данном случае компенсировать и какую-то свою потребность реализовать. Вообще-то говоря, к дочери, не имеющей возможно никакого отношения. Вы пишете, что вам больно, я вас понимаю. Это можно либо с психологом, либо с близким человеком. Это прожить. И, как мне кажется, пересмотреть свою модель поведения, может быть, вообще жизненную стратегию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Продолжение следует...